200 миллионов гривен выделил президент Украины на строительство запорожских мостов. Их перечисят в ближайшие дни. Это гарантирует беспрерывную работу на объекте до октября. А пока руководитель области Александр Пеклушенко выехал на главную стройку города с проверкой. Все ли идет по плану и успеют ли сдать мосты в назначенные сроки – далее в сюжете. В первую очередь поздравить мостостроителей. Накануне профессионального праздника лучшим работникам вручили благодарственные письма и получили самые ценные подарки от руководителя области. Подарок ждал и самого губернатора на съезде с будущего моста. Работы уже на финишной прямой. Строителям осталось только доуложить асфальт. Александр Пеклушенко решил ускорить процесс и сам сел за руль асфальтоукладчика. Ощущение такое, что не хочется возвращаться в кабинет, а лучше обратно туда же. Ну а если серьезно, хорошее ощущение, хорошая техника. Руководство области обещает, дороги на будущих мостах прослужат долгие годы. Объясняют, их кладут в два слоя, поэтому и увеличивается прочность. А крупнозернистая асфальтобетонная смесь обеспечивает максимальное сцепление шинами авто, что делает ее менее скользкой. Мы с вами являемся первопроходцами новых технологий. То, что мы с вами видели, эта дорога никогда не будет разбита. На этой дороге никогда не будет колея. На этой дороге никогда не будет то, чему мы с вами привыкли на дорогах. К ямам, стиральным доскам, к гребешкам и всему остальному. То есть, эта дорога, можно сказать, вечная. В ближайшие дни такие же работы начнутся и на соседнем сооружении, а пока завершается стройка пилона центральной железобетонной конструкции. Сейчас там установили последнюю, третью перемычку на уровне 141 метр. Уже в ноябре, обещают подрядчики, пилон достигнет запланированной высоты в 166 метров. Этой же осенью закончат и работы по установке опор через Старый Днепр. Под первую очередь одна опора уже готова в полном объеме. На второй опоре необходимо сделать ригель. Я думаю, что у нас это будет сентябрь месяц. Опоры будут закончены под первую очередь, то есть под верховую часть. Под низовую часть, я думаю, это будет где-то октябрь, на ябре месяц. Самое сложное мы прошли, самое невидимое мы прошли. Осталось то, что делать непросто, но это видно людям и видно строителям. Всего на главную стройку города предусмотрено 5 миллиардов гривен. В этом году 802 миллиона. Подрядчики обещают, если финансирование будет стабильным, то уже следующей осенью по Запорожским мостам проедет первый транспорт.